КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ЧТИВА КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ЧТИВА Таким образом, шансы увидеть в февральском Сочи сразу семерых защитников НХЛ весьма высоки. Но квота для чемпионата России наглухо не закрывается. По данным Спортэкспресса, нельзя исключать, что Белелединов захочет обеспечить себе простор для кадрового маневра в проблемной линии. И внесет в список 25 сразу девятерых защитников. КХЛовцы среди них тогда окажется как минимум двое. А чем Быков и Захаркин были хуже Билла? Таким вопросом задается один из блогеров советского спорта. Чем материал даже попал на главную страницу сайта Народной газеты. В этом тексте хоккейные тренеры сравниваются с футбольными. Ведь что хидинг в футболе, что Быков в хоккее говорили, что Россий сильно атакой. Не скажешь, что обороняться не умеем просто не в традиции это. И Белелединов это такой хоккейный бердыев. Спокойный, внутренний, злой, немногословный. Татарин такой. Только вот это все символичное, вроде чоток, не выносит на суд. А Лаховсу и не поминает. Он хороший тренер, человек, наверное. Но кто-то из числа тех, кто давил Быкова-Захаркина, должен нести ответственность за приглашение нынешнего тренерского штаба. Который числом уже напоминает Анжи времен Хидинга. Где за левую лопатку это О отвечал специальный нанятый голландец. Обсуждая Евротур, Андрей Назаров проводит интересные расчеты. Полное интервью вы найдете в Спортэкспрессе. В свое время в НХЛ я свысока смотрела на российский календарь. А теперь понял, что напрасно. Каждый матч на большом льду это едва ли не полтора на малом. Ведь объем беговой работы в Европе совсем иной. Плюс перелеты. В НХЛ обычно перелет час-два, изредка 4-5. Все очень мобильно. Дорога от аэропорта до гостиницы и арены занимает минуты. В России же совсем другие расстояния. В общем, с учетом всех условий, 50 матчей в КХЛ это под 70-80 в НХЛ. Выводы делайте сами. Евгений Кузнецов не попал в состав участников матча звезд в Братиславе. Своим мнением о сложившейся ситуации делится обозреватель чемпионат.ком Дмитрий Яракалов. Сколько слов за звездный уикенд произнесет ястреб Попов? Сколько раз улыбнется в камеру Сергей Мазякин? Как в многочисленных конкурсах сможет проявить себя защитник-домосед Денис Денисов? Кроме того, поражает выбор Мирослава Шатана, который за календарный год провел 5 матчей. Легенда? Безусловно. Но даже учитывая статус домашнего матча звезд, его вызов в звездную кампанию выглядит издевкой, в том числе над Кузнецовым. У Кузнецова периодически возникают проблемы с прессой. Кто-то это называет звездной болезнью. Но он, во всяком случае, живой человек, а не робот, набирающий очки и плюющий на всех вокруг. Дмитрий Пономаренко в своем блоге на сайте советского спорта не устоял перед соблазном сравнить, насколько участники матча звезд совпадают в составом нашей сборной на российском этапе Евротура. Или иными словами, насколько мнение Белелядинова о сборной расходится с народным мнением. По вратарям народ с Белелядиновым полностью солидарен. Еременко и Барулин – самые надежные и испытанные на сегодняшний день. По защитникам намечается расхождение, но пока небольшое. В звездном составе не оказалось троих сборников. Никулина, Рясинского и Бирюкова. А вот в оценке нападающих между Белелядиновым и болельщиками – настоящая пропасть. Всего пять совпадений из тринадцати. Меньше половины. Завершая свой материал, Пономаренко задает вопрос общественности. Но если серьезно, у вас есть ощущение, что сборная с матча звезд сыграла бы в Сочи хуже? Или прав Билл и игроков уровня сборной в КХЛ действительно нет? Многие болельщики находятся в ожидании молодежного чемпионата мира. Sports.ru отмечает пятнадцать игроков, которые станут героями предстоящего первенства. Среди них – голкипер Салавата Юлаева Андрей Василевский. Ветеран молодежных чемпионатов мира. Для Василевского это будет уже третий подобный турнир. И стоит заметить, что с двух предыдущих он без медали не возвращался. Голкипер в свои 19 лет заставляет менеджеров Салавата Юлаева суетиться и искать ему временную подмену. По одной простой причине – Василевский является основным вратарем команды. Да, пока он не входит в топы по отраженным броскам и коэффициенту надежности. Но спасает уфимский клуб по-взрослому. Чемпионат.ком выделяет лучших молодых игроков этого сезона в командах КХЛ. Справедливо отмечая игру Николая Прохоркина. Николай Прохоркин уже сейчас наиграл на звание лучшего новичка сезона. Всего за 4 месяца он превратился из молодого и перспективного в одного из лидеров ЦСКА. И дважды получал вызов в сборную России. Звездный час Николая пробил в день его рождения. Когда Джон Торчетти решился таки доверить молодому нападающему место в первой тройке команды. Прохоркин не просто помог армейцам победить. Он смял лучшую оборону страны, гарантию качества которой служил человек на тренерской скамейке московского «Динамо». На протяжении всей игры Олег Знарок смотрел, как его подопечные не могут ничего подделать со вчерашним юниором. Прохоркин оформил хет-рик и еще раз помог отличиться партнеру. Генеральный менеджер ЦСКА Сергей Федоров включен в заявку команды на Кубок Шпенглера. Так что совсем скоро мы можем увидеть его появление на льду. «Спортэкспресс» пообщался с Федоровым и узнал все из первых уст. «К сожалению, мне пока не удалось сыграть в регулярном чемпионате КХЛ в связи с многочисленными травмами и другими причинами. А хотелось бы завершить карьеру нормально. Силы еще есть. И турниры интересные, и команды хорошие. К тому же не хочу терять форму, которую набрал». Недавно провел товарищеский матч с «Локомотивом». Отыграл весь матч. Не хочется просто так отдавать эти позиции. «Выйду еще раз на лед или нет, будет видно. Приближается 15 января. Окончание периода до заявок. Есть над чем подумать». Московский «Спартак» продолжает искать выход из бедственного финансового положения. Руководство клуба встретилось с министром спорта Виталием Мутко. Об этой встрече советскому спорту рассказал генеральный директор «Красно-белых» Павел Нили. Встреча с министром спорта прошла в продуктивном ключе. Министр получил ответы на все интересующие его вопросы. Смотрим в будущее с оптимизмом. Однако сам Мутко в своих комментариях был более сдержан. «Давайте не будем каждую встречу доводить до общественности, пока я только познакомился с ситуацией в клубе». Это все, что мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите нас каждый будний день и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok